Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 14 апреля, Великий Пяток, воспоминания святых, спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. Страстная Пятница – самый страшный день в истории человечества. В этот день совершилось, как казалось, предельное торжество зла, человеческой зависти и неблагодарности. Христос, воплотившийся Творец мира, столько веков ожидаемый Мессия, был отвергнут своим народам, подвергнут страшным издевательствам, несправедливо осужден и предан самой мучительной и позорной, которая только когда-либо существовала казни. Каждый человек, действительно живущий жизнью церкви, знает ужас и бесприютность этого дня. Конечно, мы знаем, что Христос воскреснет, что крестная смерть и воскресение неотделимы в деле спасения человека, что без временного триумфа тьмы не было бы и победы над смертью, что в своем крестном пути воплотившийся Бог, по словам пророка Исаии, понес наши болезни, «Изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши, и ранами его мы исцелились». И это было самое ясное проявление бесконечной божественной любви. Но какой ценой обходится эта любовь? И можно ли без содроганий сердца принять эту жертву? Мы должны в это вдуматься. Нам всегда или часто кажется, что легко было ему отдать свою жизнь, будучи Богом, который стал человеком. Но умирает-то Спаситель наш Христос как человек, не божеством своим бессмертным, а человеческим своим живым, подлинно человеческим телом. И в эти великие и страшные минуты ученики дважды уснули, оставив своего наставника, одного, перед трагедией смерти, не проявив простого человеческого участия, которое даже по естественным этическим нормам необходимо было проявить каждому, кому предстоит умереть. Потом, много лет спустя, все апостолы, кроме Иоанна, который закончит свои дни в ссылке, сами примут мученическую смерть за Христа, но в эту ночь они разбежались. Так исполнилось пророчество Исаии. По словам святителя Григория Богослова, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Умарился сам, чтобы возвеличить человека. Однако уже на кресте Христос явил и свою божественную силу. В час его смерти померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои придаю дух мой!» Исиев, сказав, «Испустил дух!» Центурион, присутствовавший на казни, видев происходившее, прославил Бога и сказал, «Истинно человек этот был праведник!» И весь народ, вшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. «Солнце увидело невиданное им», — говорит святитель Игнатий Брянчанинов. «И нестерпевшее увиденного скрыло лучи свои, как человек закрывает очи при невыносимом для него зрелище. Оно оделось в глубокий мрак, выражая мраком печаль, столь глубокую, как горька смерть. Земля колебалась и потрясалась под событием, совершившимся на ней. Ветхозаветная церковь растерзала свою великолепную завесу. Так терзаются и нещадятся драгоценнейшие одежды при бедствии неотвратимом, решительном. И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Тело Иисуса было положено во гробе богатого и праведного человека Иосифа Аримафейского. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобной Марии Египетской, преподобного Ефимия Архимандрита Суздальского Чудотворца, преподобного Варсонофия Оптинского, мученика Авраамия Болгарского Владимирского Чудотворца, преподобного Геронтия Канонарха Печерского в Дальних Пещерах, преподобного Макария Игумена Пелекитской обители, мучеников Геронтия и Василида, праведного Ахаза, священномученика Сергия Заварина Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok